Концентрация, критическое мышление, стратегическое планирование. В столице прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья». А вот что там было, увидите прямо сейчас. Финальный этап турнира прошел на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам. Организаторами мероприятия выступили президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация шахмат, а также Министерство образования Республики Беларусь. Сам турнир начал свою историю еще в 1969 году, в советские времена, когда детский писатель Лев Кассиль и чемпион мира по шахматам Василий Смыслов организовали шахматный клуб, который назывался «Белая ладья». Турнир в Беларуси возразился в 2015 году. Побороться за звание лучших приехали ребята из разных уголков нашей страны. Всего в соревнованиях участвовало 14 команд. Детки тут принимают участие в возрасте 14 лет и младше. Конечно, это уникальный турнир и для специалистов, потому что это возможность открыть каких-то новых звездочек. Для детей это первые соревнования на таком республиканском уровне, потому что, конечно, это трехступенчатый отбор. Сначала соревнования на местном уровне, потом на областном, и здесь уже республиканский уровень. С каждой области из города Минска у нас две команды. «Белая ладья» проходит уже в девятый раз. Такого рода соревнования – настоящий праздник для юных спортсменов. Какие возможности для тебя открывает данный турнир по шахматам? Ну, здесь я впервые в финале. Было сложно сюда попасть, но, наверное, мне надо будет побольше тренироваться. Я уже занимаюсь пять лет шахматами. Хочу уже стать сначала хотя бы чемпионом города, потом уже республики. Давно занимаешься шахматами? Да, я занимаюсь уже шесть лет, имею первый разряд. Хочу получить квадратный мастер-расплату. В программе соревнований семь туров, каждый из которых по-своему сложный. Призовые места распределились по суммарному количеству очков, набранных игроками команды во всех матчах. Каждая ошибка – это, по сути, поражение всей команды. То есть все, что ты делал до этого – одна ошибка, и ты мог бы полностью уничтожить все труды всей команды. И вы должны понимать, что всегда на пределе нервы. То есть дети сами, они уже не маленькие спортсмены, они уже все понимают, они понимают цену ошибки. И это давление, конечно, на них сказывается. То есть многие играли не так, как обычно, многие зажаты. И это опыт для них на будущее. Победителями соревнований стали шахматисты из Минской гимназии номер 50. Триумфаторы набрали 18,5 очков. Второе место у учеников Минской гимназии номер 6. А вот тройку сильнейших замкнули ребята Гродненской средней школы номер 35. Эмоции, честно, просто закончились на последнем туре. Потому что ребята так уверенно шли практически до последнего тура. У нас самая молодая команда на турнире. Возможно, даже самая молодая за всю историю этих соревнований «Белая ладья». Попали мы сюда очень интересным и трудным путем. Хорошее впечатление. Я рад, что полетел в Сочи. Я уже, наверное, скоро чемодан буду собирать. Главным призом турнира стала поездка в Сочи. Для участия в финальном этапе открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем ребятам только победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова